В 2021 году культурное сообщество России отмечает 200-летний юбилей Фёдора Михайловича Достоевского. Учитывая выдающийся вклад писателя в отечественную мировую литературу, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, 24 августа 2016 года был подписан указ о праздновании 200-летия Фёдора Михайловича Достоевского. В связи с этим событием мы приглашаем всех желающих прикоснуться к тайне жизни великого писателя, проследить историю отношения Достоевского к женщинам в виде о рассказе «Три любви Фёдора Достоевского». Понять, за что эти женщины были удостоены внимания великого писателя, совершенно невозможно, как невозможно понять и то, по каким причинам они так пронзили всю его жизнь, что стали прототипами героинь его романов. Фёдор Михайлович Достоевский был робким и очень мечтательным мужчиной. Ему приходилось больше визуализировать и перебирать фантазии картинки любви, нежели испытывать на себе множество интрижек и романов в действительности. После каторки в возрасте 33 лет Достоевский прибыл в Семипалатинск, где и познакомился с Марией Исаевым и её мужем. В то время Марии Дмитриевне было 26 лет. Она была начитана, довольно образована, любознательна и необыкновенно жива и впечатлительна. Нежность её лица, физическая слабость и какая-то душевная беззащитность вызывали в Достоевском желание помочь ей, оберегать её как ребёнка. Родившаяся в довольно состоятельной семье полковника, она неудачно вышла замуж за чиновника, оказавшегося алкоголиком. Муж терял должность за должностью и вот семья ощутилась в Семипалатинске. Безденежье, разбитые девичьи и мечты о балах и прекрасных принцах всё вызывало у неё недовольство браком. Мария Дмитриевна сразу очаровала Фёдора Достоевского. Он в неё влюбился без памяти. Она была первой интересной молодой женщиной, которую он встретил после четырёх лет каторги. Достоевскому казалось, что он встретил любовь всей своей жизни. Вечер за вечером он проводит у Исаевых, выслушивая пьяное красноречие мужа Марии только ради того, чтобы находиться подле своей любимой. К чести писателя стоит отметить, что он не пытался вступить с Марией в близость, пока она была замужем. Вскоре умирает её муж. Достоевский, собравшись с духом, делает предложение Марии неожиданно для себя получать отказ. Оказывается, за такой недолгий срок эта женщина успела полюбить местного учителя. Мария Дмитриевна металась и домилась в поисках спасения из-под дворота влечений. Писатель Достоевский или полунищий, но молодой и красивый учитель. На руках у неё был сын Павел, которого прокормить одной было крайне тяжело. В итоге она отдала предпочтение Фёдору. Пара была обвенчана в церкви, так как Достоевский был глубоко религиозным человеком. Первую же брачную ночь у писателя случился эпилептический припадок, который вызвал у его жены отвращение и ужас. Она заявила, что не пошла бы за него замуж, зная его недуги. Да и в целом семейная жизнь не заладилась. Костёр любви угас, он стал поигрывать в рулетку, денег не хватало, здоровье обоих расшаталось. Формально супружеские отношения длились 7 лет, однако фактически были недолгими. 15 апреля 1864 года женщина мучительно умирает от чахотки. Муж выхаживал её до последнего дня. После смерти Марии Достоевский взял на себя обязанность заботиться о её сыне, которого обеспечивал даже после того, как он вырос. Следующей его любовью стала Аполлинария Прокофьевна Суслова. Она была независима, умна, бесконечно горда и самолюбива. Она могла идти до конца в том, что считала правильным, пренебрегая условностями и удобствами. И в то же время в ней жила наивная мечта о совершенстве идеали. Прославилась эта дама прежде всего любовью к эпатажу. Она не пропускала ни одного политического собрания, ни одной публичной лекции и везде старалась привлечь к себе внимание. Девушка была студенткой 41-летнего Достоевского. Увидев писателя, она решила во что бы то ни стало покорить его. Сусловой в то время было 22 года. Она была молода, обаятельна и остроумна. В ней было все то, что привлекало писателя и как большой плюс ее возраст. Для Достоевского девушка была скорее способом отвлечься от домашних проблем. Для нее же он был первым мужчиной и самой ее взрослой любовью. Инициатором отношений стала Аполлинария. Девушку не смущала 20-летняя разница в возрасте. Начавшийся роман их оказался страстным, бурным и неравным. Достоевский то молился на своего ангела, валялся в ее ногах, то вел себя как грубиян и насильник. Он был то восторженным, милым, то капризным, подозрительным, истеричным. Кричал на нее каким-то противным, тонким, бабьим голоском. Суслова, вначале ничего не требующее и все понимающее, со временем стала требовать от писателя развестись с женой, опубликовать ее повесть и его журнале. Развестись с больной супругой мужчина не решался, а вот посредственную, по его мнению, повесть все же опубликовал. Их связь продолжалась в течение семи лет с разлуками и перерывами. Трагичной стала запланированная поездка в Париж. Федор не смог поехать из-за проблем с журналом, а Полина поехала одна. Когда же писатель все же приехал, девушка уже завела роман с новым любовником, испанским студентом. Утешением Достоевскому после смерти супруги ухода Сусловой стала Анна Снаткина. Женщина пришла в дом писателя с сценографисткой. На момент знакомства ей было всего 20 лет. Писателю было не до любви. Прежде всего, надо было за 26 дней закончить роман «Игрок». И именно благодаря Анне дело было завершено в срок. За этот месяц они сблизились. Увлекшись совместной работой, Федор Михайлович и сам не заметил, как привязался к молодой помощнице. Осознав свою привязанность, мужчина боялся признаться Анне в своих чувствах. Опасаясь оттолкнуть девушку, Достоевский в завуалированной форме намекал о своих чувствах, но к своему удивлению услышал пылкое признание в любви. Анна Григорьевна и Федор Михайлович обвенчались 15 февраля 1867 года. Но их семейная жизнь не была такой гладкой, как могло показаться. К тому же Анну стал изводить подросший пасынок Достоевского. Тогда пара приняла решение отправиться за границу. Там они прожили 4 нелегких года. Родились дочери София и Любовь. Достоевский снова начал играть в казино. Однажды он проиграл все, включая платье и украшения жены. Но Анна все ему прощала. Она верила в мужа и безмерно его любила. Вскоре они возвращаются в Петербург. И у супружеской четы наконец начинается светлая полоса. Он работает над многочисленными произведениями. А она его поддержка и опора. Всегда рядом и по-прежнему горячо его любит. Анна стала персональным менеджером мужа. Переписывала рукописи, общалась с издателями, планировала встречи и контролировала финансы. Благодаря Анне Достоевскому удалось наконец избавиться от игровой зависимости. Годы, проведенные с Анной Григорьевной, были самыми спокойными, мирными и счастливыми в жизни Федора Михайловича. К старости он до того привык к жене и семье, что совершенно не мог без них обходиться. Федор Михайлович до слез любил Анну и на смертном одре признался, что никогда ей не изменял даже в мыслях. Она стала вдовой в 35 лет и больше не вышла замуж. И всю оставшуюся жизнь посвятила сохранению наследия своего великого мужа. Она собирала рукописи, письма, документы, фотографии. В 1906 году она создала комнату, посвященную Федору Михайловичу Достоевскому в Государственном историческом музее. Любопытно, что личность Анны Григорьевны не нашла отражения в творчестве Достоевского, ни в одном из романов, написанных за время их брака, нет женских типов, навеянных ее личностью. Она сама была примером той деятельной любви, о которой Достоевский говорил в своих романах. Как говорил Лев Толстой, многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского.